Русские войска дошли до Парижа, потом до Берлина, а сейчас новые русские без единого выстрела завоевали весь мир по туризму. Русскую речь можно услышать сейчас на любом континенте, в любой стране, в любом магазине. Леня, это платье мне не налазит ни на одну грудь. Это наши люди оккупировали Бруссель. В Париже в солидном магазине одна дама говорила другой, Нинка, бери что подороже, Ашотик, пока тебя любит, за все заплатит. А новый русский Ашотик, маленький, щупленький, но с большим достоинством, стоит у зеркала, в ковбойской шляпе, в ковбойских сапогах, по пояс. И смущенно спрашивает, и во всем этом еще на лошадь прыгать надо? Наши сейчас везде, на горном курорте в Австрии, на пляже в Анталии, в Крузии у берегов Бразилии, на неприступной скале Сейшельских островов, так что видно, только с самолета было написано, гадом буду, не забуду этих островов. Весь мир начал учить русский язык, в Турции, например, только и слышишь, кожа, кожа, Наташка, заходы, Наташка, заходы, кожа, кожа. Ну, действительно, то ли кожу хочет продать, то ли Наташку купить и по коже погладить. Ну, конечно, там не все еще выучили русский язык, встречаются, конечно, недостатки там у них. Один нажаловался, выйдя из немецкого магазина, ну, темнота, ну, не шиша по-нашему, не вякает, ну, я к ним уже по-английски обращался, ну, не шиша, но хоть бы кто понял. Ну, правильно, правильно, пусть они учат наш язык, потому что мы их язык как в школе не учили, так ничего и не выучили. Пусть учат, а то знаете, какие недоразумения происходят? Это ужас! Один наш новый русский решил в Карловых варах пивка попить, ну, разбавить Карловых варскую слабительную пивом чешским. Заходит в бар, а там одни немцы сидят. Он у стойки взял эту кружку пива и пока шел к столику, сделал один хлебок. Ну, у него один хлебок, это как раз пол кружки. Он остальные пол кружки поставил, пошел селедочку искать. Уборщица увидела пол кружки пива, убрала их, мужик возвращается, на его месте уже немец сидит и свое пиво пьет. Мужик нахмурился. Ты что, что ли, мое пиво взял? А немец радостный такой, говорит, я, я, я. Мужик говорит, ну, ты взял, а платил-то я. А этот опять, я, я. Ну, мужик совсем озаверел. А в глаз кто хочет получить? Ну, это было последним его, я, я, я. Остальное он уже видел одним глазом с пола. Мы и они, конечно, разные. Мы никак не сможем понять, как это французы едят лягушек. Ну, это вообще, вообще. Во Франции зашли с другом в ресторан, заказали эту жабу. Бутылку водки взяли для храбрости. Выпили ее, все. Я говорю, ну, Федя, ну, давай, начинай. Ешь ее. Он говорит, ее... Не могу. Я говорю, надо, Федя. Французы говорят, что лягушки напоминают по вкусу цыплят. Он говорит, нельзя ли нам съесть цыпленка? Хрен с ним, пусть он напоминает лягушку. Конечно, ближе нам американцы. Такие же простые русские ребята. И джинсы наши носят. Наши приезжают туда, в Америку, со стодолларовыми купюрами нового образца, который многие американцы в глаза не видели. Они удивляют, что это такое? Мы им объясняем, это ваши новые деньги. Берите, берите, у нас много еще таких есть. И еще что я хочу заметить. Нас знают, нас всюду узнают, и нас там не делят на национальности. Мы все там русские. И это правильно. Вот ты хоть как оденься. И слово по-русски не говори, а все равно узнают. Один наш новый русский жаловался. Ну, откуда они знают, что я русский? На мне пиджак американский, брюки голландские, туфли немецкие, рубашка австрийская. У меня трусы одни российские. Откуда они это знают? Я говорю, а ты не пробовал молнию на брюках застегнуть? Другой наш человек рассказывал. Сижу в ресторане, пью кофе. Официант говорит, вы, говорит, русский. Я говорю, как догадался? Он говорит, вы русский, когда кофе пьете, ложечку из чашечки не вынимаете, и глаз прищуриваете, чтобы ложечка в глаз не попала. Ладно, нет базара. Позвал интеллигентного кореша, два срока отсидел. Ложечку вынь, понял? Предупредил. Он так и сделал, сидит, пьет, ложечку вынул. Официант говорит, вы русский. Я из засады высказал, как догадался? Он же ложечку вынул. Правильно, ложечку вынул, а глаз все равно прищуривает, чтобы ложечка в глаз не попала. Ладно, нет базара, позвал профессора. Мой крестный, папа, интеллигентный человек. Ложечку вынь, глаз не прищуриваю. Все, садись. Он так и сделал, сидит. Этот опять, вы русский, я из засады, как догадался? Он ведь глаз не прищуривал, ложечку вынул. Ложечку вынул и в карман положил. Ну, конечно, у нас еще не все воруют. Не, не все. Нет, вообще практически все. Но человек триста у нас не ворует же. Ну, потому что они сидят уже. Но при этом не надо думать, что мы хуже других. Не надо. У нас быт отстает, все правильно. Но в смысле культуры... Нет, ну, конечно, мы держим нож в левой руке, там, бифштекс в правой. Но все равно, если за границей в ресторане сидит шумная компания, и все не смеются, а ржут, это не русский, а немцы. Если человек в ботинках кладет ноги на стол, это не русский, а американец. Если человек придами чешет все, что ему попадется под руки, это не русский, а араб. Если писает на улице, а потом ложится на газон, это не русский, а индус. Если ничего не понимает и по сто раз переспрашивает на чудовищном английском языке, то это точно японец. Конечно, про новых русских много анекдотов рассказывают. Мне один очень нравится. Я не знаю, рассказывали, нет. Такой, значит, приходит очень крутой мужик, значит, туристическое бюро. Слушай, в натуре, куда поехать в натуре отдохнуть, обстановку сменить в натуре. Работница говорит, ну вот Кения, хорошая страна, можно там козлов пострелять. Он говорит, ну ты даешь в натуре. Я же сказал, обстановку сменить в натуре, а ты опять про работу козлов пострелять. Но это все ерунда. Мы научимся, как вести себя и языкам, и обычаям. Но я не знаю, как, кто относится к этому вопросу, но лично я испытываю чувство морального удовлетворения, что наши люди, пусть новые, но русские, кстати, скоро все новыми русскими станем, заставили мир относиться к себе с уважением. Мы теперь там за границей фотоаппараты «Зенит» и водку не продаем. Кипятильников с матрешками не обмениваем. Мы себя людьми там чувствуем. Он там с деньгами, этот новый русский. А этих иностранцев очень убеждает. Или, как сказал поэт, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...